Дорогие друзья, посмотрим, какой кемер в ноябре, как мы отдыхали в этом месяце. Как видите, туристы уехали. Это уже конец ноября. Перед Белой башней пустота, никого нету. Улицы пустынные. Вот где туристы гуляли по магазинам, уже никого нету. Только сидят продавцы, ну и кошки, естественно. Фонтаны не работают. Кафе строится у нас в парке в Новом. Здесь мостик будет, по которому вода будет стекать. И перевернутые кафе. Пройдемся по пустынной набережной вдоль моря. Тоже, как видите, никого же нету. Вот отели закрыты. Ну, за территорией ухаживают. Вот так все время поливают, чтобы было зелено, чтобы трава была зеленая, цветы цвели. За ним ухаживают круглый год. Ну, ларечки все закрыты, конечно. Пляж. Пустой пляж. Отельные пляжи. Все лежаки убрали. Море спокойное. Погода хорошая погода. В среднем где-то, наверное, была 22-23 градуса. В среднем так в ноябре. Дождей было мало в этом году. Вот городской пляж тоже пустой. Это возле Макдональдса. Послушаем шум моря. Ну, а теперь покажу, чем мы занимались в ноябре месяце. Мы решили пройтись. Сначала поднялись на гору Химера. Это было 18 ноября. Вот 800 метров поднимались мы наверх. Огненная гора Химера. Янарташ по-турецки. Это гора, дышащая огнем. Как видите, это такое уникальное природное явление. На протяжении года здесь не погасая, из недр вот так идет пламя. Вот таких пещерок очень много. Потом прошлись по развальным. Это развально древнего византийского храма. Здесь руины античной площади устроены для празднований. Сохранились даже фрески. Но тут уже мало что осталось. Хвойные деревья растут. Потом в тот же день мы поехали в Чаралы. Чаралы – это деревня в Турции. Какое море хорошее. Здесь кто хочет уединения, чистый пляж, прозрачное море, то едут сюда отдыхать. Видите, люди еще купаются. Это в конце ноября. А, собака радуется. Люди загорают. Такое море чистое, видите, прозрачное море. Ну, а дальше мы посетили музей песчаных скульптур. Это было через неделю, 23 ноября. Купили мы билет. Он 25 лир. Здесь песчаный музей на площади 7 тысяч квадратных метров. Здесь располагаются различные фигуры из песка. Каждый год организаторы выбирают определенную тематику. То есть, меняется всегда. Есть исторические темы. Темы, по-моему, даже киношные. Скульптурой не страшен дождь. Я не знаю, из чего он сделан. Там не чистый песок. Такое ощущение, как будто он с цементом. Если дождь повредит какую-нибудь скульптуру, мастера тут же ее устранят. Вот мы приехали на водопад Дюдан-Шалале. Это верхний. Водопаду 600 лет. Здесь есть пещера, тоннели с окошечками. По ним прошлись. Вот. Летом здесь небольшое, так сказать, течение. Осенью и зимой будут бурные потоки, потому что идут дожди. И течение будет большое. Очень хорошее место для отдыха. Здесь есть места для отдыха. Кафе работают. Погода хорошая. Такая нежаркая здесь. Ну и посещение Тахталы. Как же без него? Первый снег, потому что выпал. Тахталы, как вы знаете, здесь высота 2365 метров. Вот еще солнечно. Вот еще снежок. Зато удобно будет фотографировать. Ну вот, детишки увидели снег. Играют снежки. Подъем здесь по канатной дороге. Но главное, чтобы повезло с погодой. И вершина не была затянута облаком. Трудно предугадать, почему-то облако затепляется именно за вершину Тахталы. Вроде смотришь, везде небо чистое. Вот облако именно вот только над Тахталами. Пока в ноябре еще снег выпал, но погода же теплая, поэтому можно не очень тепло одеваться. Сейчас мы уже спускаемся вниз. Поэтому, если в ноябре вы приедете, очень много можно мест посетить. Туристов почти нету. Свободный вход везде. И погода прекрасная. Так что ждем вас в ноябре месяце тоже. Приезжайте. Продолжение следует...